В ЦПЗ смешалось всё, от православия до культизма, есть что-то эзотерическое, ну и, конечно, немного собственных убеждений Мессии. Например, в заповедях Писсарёна говорится, что если во благо, то и врать можно. Хотя не скажу, что в любом случае надо говорить правду. Есть обстоятельства, где высказать неправду может оказаться мудростью и действительно может помочь человеку. К примеру, даже если вы разговариваете с детьми и порой используете образ Деда Мороза, это тоже ведь неправда. Но вы видите, что порой это играет. Интересная роль в развитии фантазии ребёнка, его воображения, его переживаний. Он действительно носит очень хороший оттенок, но по факту это же неправда. И приходит не Дед Мороз, а сосед или познакомый с работой вашей. Но ребёнок верит, и в его чувственном мире происходит очень важное, очень красивое переживание. Он играет положительную роль в его формировании. Так вот, конечно же, правду надо будет учиться говорить. Ложь во благо, которая может успокоить другого человека. Конечно, допустимо. Если тем более в этом случае ложь употребляется как что-то временное в критический момент. А потом, когда критический момент проходит, дальше уже можно сказать правду. То есть таких обстоятельств очень много может возникать в жизни. Но тут нужно уметь применять эту неправду. Главное, чтобы вы её не применили в своих корыстных побуждениях. Но это редкий случай, где надо очень быть внимательным. Торопиться легко этим пользоваться не надо. Я не принимаю положительной лысы. Я вообще не отрицаю положительность лжи во благо. Вы должны другому ещё научиться. Тогда сложно будет детям рассказывать слова сказки. Им надо тогда и просто не рассказывать. Ведь там же в основном многое неправда. И если порой дети стараются поверить, что их нашли в капусте... Тогда тут... Я в детстве тоже считал, что меня нашли в капусте. И когда я услышал правду, как это всё происходит, у меня был шок первое время. Но в данном случае можно детям рассказывать правду, как всё происходит. Но если перед вами находится больной человек, его сердце настолько слабое, что негативная информация может очень быстро его убить. А если эту информацию мягко, со временем подать, то он мог бы тоже в конце концов принять эту информацию, но остаться жив. То есть, если этот больной человек... Случилось так, что в его семье кто-то очень родной погиб. И этот человек спрашивает, как дела у того человека. А вы знаете, что если вы скажете правду, что тот его родственник погиб, этот сразу же умрёт. Вы это действительно так сделаете? Сразу скажете правду? А почему же ты говоришь, я это не принимаю? То есть, есть обстоятельства... Вы просто, когда что-то утверждаете, как правило, основываетесь на том, что вы не владеете всей широтой обстоятельств, которые с этим связаны. Потому что ту же самую информацию, правдивую, её можно донести, но бывает не совсем сразу. Сначала сказать какой-то оттенок неправды, потом постепенно перевести и сказать правду. То есть, тут нужно уметь пользоваться обстоятельствами, и здесь нельзя быть таким прямолинейным во всём. Вы должны понимать, что жизнь человека, его чувственный мир, это как стихия, как река в природе. И она имеет разные повороты, разную скорость течения. Река не течёт ровно, прямыми линиями и по прямым углом поворачивает. Если вы пробуете плыть в этой реке, будет очень глупо установить руль прямо и держать его только в одном положении на судне. Вы разобьётесь на ближайшем повороте. Надо уметь пользоваться изгибами реки. Поэтому надо быть очень осторожным, чтобы когда стараетесь поставить какую-то категоричную категорию, учитесь жить без этих категорий. Надо учиться чувствовать. А голова, она нуждается в определённых категориях. Это да. Но у человека особенность воспринимать жизнь именно через чувственный мир прежде всего. А этот чувственный мир примитивными правилами никак нельзя привести в порядок. Субтитры создавал DimaTorzok